В Одессе два часа дня вы смотрите новости в прямом эфире седьмого канала в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на улице Василия Стуса за парковкой Малиновского суда. По предварительным данным пожилой бездомный замерз этой ночью. Точные причины смерти установит следственно-оперативная группа. Отмечу, за последние два дня это уже второй случай. Вчера на улице Прохоровской, 26, обнаружили тело замерзшего дворника ЖКС Фонтанский. Жильцы говорят, раньше он жил в подвале, но после полученной травмы ноги руководство попросило его покинуть временное жилище. В Беляевском районе Одесской области сотрудники полиции и прокуратуры задержали четырех иностранцев, причастных к разбойному нападению. В ходе расследования установлено, что подозреваемые на Субару протаранили машину марки Таврия, затем избили водителя и завладели его наличными в сумме почти 80 тысяч гривен. Мобильным телефоном, планшетом и документами. Досудебное расследование продолжается. Ограбили, похитили и требовали выкуп. В Одессе полицейские задержали трех иностранцев, которые похитили 17-летнего парня и требовали выкуп у его отца. По словам полицейских, трое мужчин схватили юношу прямо на стоянке одного из одесских торговых центров. Установлено, что неизвестные лица, нанося удары, затолкали парня в автомобиль и, находясь в автомобиле, применяя физическое насилие, завладели его имуществом. Далее похитители привезли юношу на квартиру, где осуществили телефонный звонок отцу потерпевшему с требованием заплатить выкуп за своего сына. Выкуп за сына отец заплатил. Когда парень уже был в безопасности, потерпевшие обратились в полицию. Похитителями оказались трое иностранцев, которые приехали в Одессу на обучение. При затримании у них были вилучены речевые доказы, которые прямо вказали на причинность каждого из них до совершения вказанного тяжкого злочину. Наразі зловмисники отвечают перед законом за трьми статями Криминального кодекса Украины. А именно, часть 2 ст. 187 – разбой, ст. 146 – незаконное позбавление воли, ст. 189 – вимогание. В теперешній час слідство триває. В Одессе почтят память жертв Голодомора. В субботу 25 ноября в 10 утра на Лидерсовском бульваре состоится возложение цветов к памятному знаку жертвам Голодомора в Украине. Отмечу, на время проведения церемонии по улице Леонтовича на участке от Базарной до Лидерсовского бульвара временно ограничат движение машин. К слову, общественный транспорт будет курсировать по своим обычным маршрутам. Не затягивайте дело. Пайщики первой очереди жилкомплекса «Жаботинский» требуют расследовать дело жилищной аферы «Набережный квартал». Люди утверждают, обращались в прокуратуру еще полгода назад, но результатов нет. Нам обещали проводить следственные мероприятия. Нам обещали, что будут допрошены главы кооператива. Нам обещали экспертизу, но не изъяты даже все банковские выписки, по которым может быть сделана экономическая экспертиза. А без экспертизы доказать, что деньги украдены, невозможно. На переговоры к митингующим вышел представитель прокуратуры. На справде по криминальному проваджению проводятся следующие действия. До слова, расследование проводится следственным управлением национальной полиции в Адайской области. Прокуратура Адайской области сделает профессиональное руководство. И на справде следственные действия проводятся. После этого инициативная группа пайщиков вместе с представителем прокуратуры области отправились на переговоры. Будут выяснять и обсуждать дальнейший план действий. Напомню, компания «Набережный квартал» планировала сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Жаботинский» еще в сентябре 2016 года. Однако в указанный срок частично построили только первую секцию дома. Пока у нас это вся информация. К этому часу больше новостей смотрите уже в следующем выпуске. Увидимся в 16.00. Оставайтесь седьмым, будет интересно.